Субъекты малого и среднего предпринимательства являются резервом для развития экономики, поэтому администрация города наряду с остальными органами исполнительной власти оказывает бизнесменам поддержку информационную, консультационную, финансовую и имущественную. Это и предоставление льготных микрозаймов по ставкам от 6 до 10%, а также нежилых помещений для предпринимательской деятельности. На сегодняшний момент выделено 16 объектов имущества у нас по городу Сочи. Они представляют из себя помещения для осуществления деятельности по производству товаров, работ, услуг. В данный момент порядка 11 занято. На совете был рассмотрен вопрос дальнейшего расширения перечной площадей для бизнеса. У муниципалитета есть свободные помещения, теперь важна заинтересованность предпринимателей. Аренда мест предоставляется по льготным условиям на долгосрочной основе. Но, как отметил Анатолий Пахомов, почему-то заявок поступает немного. Помните, я проехал даже по всем районам и всем сказал, если вам понадобится какое-то место для торговли, либо для любого дела, и это будете лично вы, а не будете передавать в аренду, я готов вам решить эти вопросы. Их сказал обращаться лично ко мне. Ни одного меня что заволновало. Это первый случай. Второй случай. Вопросы возникли, что вот, там на Красной Поляне. Мы туда поехали, там приехало 3-5 человек, да-да-да? А? Ну, 2 или 3, я помню. И, естественно, там мы решили для них эти вопросы, даже принципиально. Ну и всё. Тем не менее, количество предпринимателей в Сочи растёт. Это порядка тысячи субъектов в год. Связано это с ростом населения города, в частности, активным потоком граждан со всей страны. Но большинство таких приезжих бизнесменов не остановятся на налоговый учёт и ведёт серый бизнес. Отсюда и нарушение трудового законодательства. Людям выплачиваются зарплаты в конвертах и не заключаются договоры. С этой проблемой активную борьбу ведёт созданная администрацией комиссия и краевая инспекция по труду. Только за прошедший год было выявлено порядка 70 тысяч нарушителей. И работа в этом направлении продолжается. А предпринимателям мэр посоветовал обратить внимание на сотрудничество с туроператорами. Это принесёт выгоду не только отелям, ресторанам, но и этнотуризму. Мэр заверил, что будут приниматься все действенные меры по поддержке малого и среднего предпринимательства.